Область знаний Лекция на Радио Звезда Куликовская битва Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного Исторического Музея Даниил Аникин Область знаний Сегодня мы говорим с вами про одну из наиболее значимых дат военной истории России Которая осталась в народной памяти, или можно сказать в памяти государства российского Под названием Куликовская битва Как мы сейчас чуть дальше увидим, не все так просто с этим названием Далеко не сразу оно появилось, но тем не менее оно устоялось Оно, можно сказать, является уже постоянно используемым И в этом качестве мы его и будем применять в нашей сегодняшней лекции Дело в том, что сама по себе битва, о которой пойдет речь Которая произошла по старому стилю 8 сентября 1380 года Это битва, которая не зря относится к дням воинской славы России Это битва, в ходе которой было разгромлено татаро-монгольское войско Во главе с ханом Мамаем И русские войска во главе с московским князем Дмитрием Ивановичем Который чуть позже получил прозвище Донской как раз за эту самую битву Вот они вернулись домой И в этом как раз их возвращении заключается очень важное событие Для истории российской государственности Как отметил наш современник, философ, историк Лев Гумилев На Куликово поле выходили ярославцы, нижегородцы, москвичи А ушли оттуда русские То есть, несмотря на то, что преодолеть татаро-монгольское иго Прекратить татаро-монгольское иго этой битвы не удалось Но вот то значение, которое она имела для поднятия народного духа Для всплеска патриотизма трудно переоценить Поэтому неудивительно, что уже в ближайшие годы После того, как эта битва произошла А именно на рубеже XIV-XV веков Появляется первое произведение, которое должно было эту битву увековечить Оно осталось в истории под названием «Задонщина» И это очень характерное название Потому что, если мы посмотрим на источники того времени Мы нигде с вами не увидим такое существование, как Куликовская битва Там будет сказано, что битва на Дону Собственно, в силу чего и Дмитрий получил прозвище Донской Или битва в устье Неприадовой и Дона То есть, в любом случае, указываются такие координаты Больше связанные с реками И это породило впоследствии большую проблему Связанную с определением точного места, где эта битва произошла Так или иначе, название «Задонщина» указывает, что битва произошла за Доном Произошла на той территории, которая считалась степью Которая была чужой для русских княжеств, для русских воинов И тем показательнее было, что в этой битве русские войска Одержали такую убедительную победу На протяжении XV века эта мысль, эта идея, воспоминания об этой битве Они постепенно трансформировались И, как обычно бывает в случае трансформации Существенно мифологизировались Появлялись новые произведения, например, сказания о моём побоище Где добавляются целый ряд колоритных эпизодов Которые нам сейчас известны Ну, воспринимаются, по крайней мере, как достоверные Это и про битву Пересвета с Челубеем Это, ещё раз подчеркну, событие, которое не зафиксировано ни в летописи, ни в задонщине Это событие, которое зафиксировано спустя несколько десятилетий После того, как эта битва произошла Поэтому говорить о том, насколько оно исторично Ну, здесь вот историки спорят Ну, хотя бы потому, что Пересветовый, как такой дворянский род на Руси существовал Явно некий Пересвет основоположником, родоначальником этого рода был Насколько такое событие имело место в действительности Вот здесь у нас никаких достоверных подтверждений нет Но, так или иначе, на протяжении XV века Пока Русь окончательно не освобождается от татаро-монгольского ига Постепенное расширение представлений Постоянное увеличение каких-то образов, связанных с этой битвой происходит И неудивительно, что наиболее яркими образами увековечивания памяти о Донском сражении Употреблю термин XV века Являются различные церковные традиции, церковные ритуалы Что имеется в виду? Приблизительно в это время на Руси фиксируется появление такой иконы, которая называется Донская икона Божьей Матери Понятно, что чуть позже возникшая легенда напрямую связывает эту икону с событиями 1380 года Указывая, что будто бы Дмитрий Донской получил ее от казаков, которых он посетил Ну, естественно, это все гораздо более уже поздние домыслы Когда и казаки появились, и такая встреча, в принципе, ее можно было предполагать В реальности, конечно, это достаточно поздняя интерпретация Но, что интересно, в 1591 году, во время очередного нашествия крымских татар на Русь Так называемое нашествие Козы Гирея Как считается, Донская икона Божьей Матери спасла Москву Смогла сохранить ее от очередного разорения И в честь этого события был поставлен Донской монастырь Как один из наиболее значимых, уважаемых в древолюционной России И именно там Донская икона Божьей Матери и хранилась Забегая чуть-чуть вперед, можно сказать, что с этим связан еще и такой любопытный факт Что когда в годы Великой Отечественной войны Мимо этого события мы точно пройти не можем О какой битве бы ни говорили На деньги, на пожертвования верующих Была создана танковая колонна, получившая название Дмитрий Донской И несколько сохранившихся танков из этой колонны Они сейчас выставлены именно у стен Донского монастыря Символизируя тем самым такую вот линию преемственности Донская икона Божьей Матери, которая напоминает о битве на Дону Донской монастырь, который напоминает о спасении от крымских татар В конце XVI века И танки из колонны Дмитрия Донской, которые напоминают о том Каким образом это имя оказалось причастно и к событиям середины XX века Вот такая преемственность здесь выстраивается Но есть и еще одна интересная история, связанная именно с такими церковными традициями И она связана с тем, что в Москве есть такой район, называется Кулишки или Кулички Откуда известная поговорка про у черта на куличках Как символ того, что где-то далеко, в отдалении непонятно где И самое любопытное, что там была расположена церковь, церковь всех святых Которая в народной традиции, которая по крайней мере фиксируется в XVIII веке Имеет непосредственное отношение к Куликовской битве Ну, понятно, что здесь прямым таким отождествлением является просто созвучие Кулишки или Кулички и Куликовская битва И поскольку такое созвучие есть, возникло даже предположение, гипотеза Ну, если можно так говорить о неком народном восприятии Что это все было не зря И это означает, что в этой церкви всех святых Которая действительно является одной из древнейших московских церквей Когда-то как раз были положены бойцы, погибшие в Куликовской битве То есть такая вот отсылка, которая указывает, что какая-то связь здесь явно была Честно говоря, более правдоподобное объяснение, но более простое Связано с тем, что Кулишки – это такая болотистая затупленная местность Поэтому такой район или такой регион мог располагаться где угодно на территории Руси И для этого необязательно было связывать его с Куликовской битвой Но из этого созвучия проистекают не просто какие-то заблуждения Которые могут быть достаточно интересны или даже забавны Иногда это превращается уже в настоящие какие-то мифы или фальсификации По крайней мере представители такого современного правления, как новая хронология Фоменко, Носовский делают вполне очевидный для них, по крайней мере, вывод Что раз такое созвучие имеет место, значит Куликовская битва И была на месте этих самых кулишек или куличек Никуда они в какую степь для этого ходить не пришлось Ну и дальше выстраивается совершенно иная концепция и истории И восприятие прошлого, которое оказывается очень сильно отдалённым от того Что известно нам на основании исследований историков Но если в XV, XVI, XVII веках все основные отсылки к этой битве Они сохранялись в такой религиозной традиции То есть мы знаем из различных церковных синодиков Как посвящены были поминовению погибших на защите Отечества Что там упоминались и герои, погибшие в Куликовской битве То в XVIII веке в условиях секуляризации То есть обмерщения русской культуры, русского государства Естественно появляются новые образы, новые символы И они, как ни странно, оказываются связаны с определённой политической борьбой Дело в том, что одним из видных таких сановников, чиновников В эпоху Анны Иоанновны, эпоху двадцатых переворотов Был Артемий Петрович Волынский Такой вельможа, представитель знатного рода Который вёл своё происхождение от Дмитрия Боброка Волынского Который по преданию был как раз военачальником засадного полка Во время Куликовской битвы И в ходе, так сказать, уже придворной борьбы В ходе столкновения с Бероном и его сторонниками Волынский эту, можно сказать, карту Национальную, патриотическую карту Начал усиленно разыгрывать Ему это, можно сказать, сразу не очень помогло Он был казнён в 1740 году Но, по крайней мере, вот эта актуализация представлений О XIV веке Актуализация представлений о Донской битве И её значении для дальнейшей истории России Она уже произошла Поэтому неудивительно, что когда уже в начале XIX века Николай Михайлович Карамзин пишет свою историю Государства Российского Для него эта битва И здесь мы как раз наблюдаем, что он использует уже для неё Такое общепринятое сейчас обозначение Как Куликовская битва Она превращается в одно из ключевых сражений Вообще русской истории Сражение, которому он приписывает Очень важное значение Судьбоносные веки В борьбе с татаро-монгольским игом Не было бы Куликовской битвы Не было бы сто лет спустя И победоносного состояния на реке Угре И освобождение от монгольского владычества Вот эта вот концепция Вот эту вот идею провозглашает как раз Карамзин И тем самым задаёт вполне очевидное направление поиска Если нам уже известна эта битва И у нас уже есть представление о том, что эта битва является одной из важнейших в истории Нам необходимо как минимум определиться с тем местом, где она происходила И здесь на помощь приходит его величество случай Как часто в истории бывает А именно, что один достаточно обеспеченный помещик Как раз в первой половине XIX века Которого звали Степан Нечаев В молодости успел побывать членом союза благоденствия Одного из декабристских обществ К счастью, не было привлечён никакой ответственности Но предпочёл сосредоточиться не на политической А на, скажем так, общественной активности Которую сейчас бы, наверное, назвали как волонтёрской деятельностью Благо, у него имелись для этого все материальные основания Поскольку он был помещиком И так уж получилось, что именно на территории его поместья Располагалось то самое поле Которое он считал, что оно идеально подходит На описание места Куликовской битвы Так уж получилось, что такое совпадение действительно удалось И те находки, которые там изредка делались Я подчёркиваю, изредка Потому что, я думаю, вы понимаете Для XIV века любой кусочек железа Это крайне ценные вещи Поэтому оставлять на поле добровольно Ни кольчуги, ни мечи никто не собирался Так вот, какие-то отдельные кусочки кольчуг Отдельные нательные крестики, которые удавалось найти Все приносились помещику И дальше Нечаев уже из этого сделал Небольшой такой домашний музей И самое главное Он проявил очень много настойчивости, активности Для того, чтобы идею о необходимости И государственного увековечивания Памяти об этой битве Донести до государственных чинов В частности, до Николая I Ему это удалось И в 1850 году На предполагаемом месте этой битвы На этом поле, которое Нечаев считал Что вот, судя по описаниям Что сошлись в битве Десятки тысяч воинов с каждой стороны Где-то вот на этом громадном поле Вот был поставлен как раз памятник Колонна, автором которой был Александр Павлович Брюлов Фамилия известная в русской культуре Один из братьев, может быть, более известного Карла Брюлова Известного своей картиной «Гибель Помпеи» Поскольку вот эта вот традиция Она закрепляется То есть появляется уже место Где фиксируется место сражения В 1880 году там даже проходят Торжественные мероприятия Торжественный парад Переуроченный к 500-летию со дня битвы А в самом начале XX века Появляется ещё одно важное строение Которое соотносится С одним важным элементом Вот этой вот легенды О Куликовской битве А именно появляется церковь Сергия Радонежского Напомню, что в произведениях Так называемого Куликовского цикла Упоминается такой важный эпизод Что Дмитрия на бой с монгол-татарами Благословил именно Сергий Радонежский Это, опять-таки, достаточно Ну, позднее, имеется в виду, 15 века Такая инновация Дополнение к этому сюжету Но, тем не менее, в начале 20 века Это превращается уже в общеизвестное Общепринятое место Поэтому церковь, посвящённая Сергию Естественно, там возникает Буквально за несколько лет до революции Куликовская битва Область знаний Как мы знаем, после революции Некоторое время, почти два десятилетия Особого внимания древней русской истории Не уделялось То есть, там возвращение к этому происходит Только в 30-е годы С образов тех князей, тех правителей Которые считались прежде всего полководцами Мне удивительно, что и интерес к Дмитрию Донскому Тоже начинает проявляться Во время войны и появляется, собственно, танковая колонна Как я уже говорил, посвящённая Дмитрию Донскому Это означает, что Дмитрий воспринимается уже не Прошу прощения, какой-то феодал Который угнетал своих крестьян А прежде всего, защитник Родины Очень показательно, что как раз в годы войны Появляется и несколько картин Которые в разных аспектах показывают События, происходившие во время Куликовской битвы Я имею в виду очень известные картины Александра Бубнова «Утро на Куликовом поле», Которая показывает, собственно, воинов Которые в ожидании врага выстроились Ещё, наверное, более известный сюжет Картина Михаила Авилова «Поединок пересвета с Челубеем», Где встречаются два богатыря И русский богатырь держит победу Напоминаю, что всё это картины 43-го года Код великого перелома Когда важность вот этого преодоления Перехвата, можно сказать, военной повестки Оказана в переднем плане И здесь вот эта Куликовская битва Прекрасно вписывается, прекрасно соответствует Ожиданиям и, можно сказать, предпочтениям Этой эпохи, этого времени В 1980 году, 600 лет со времени Куликовской битвы Естественно, встаёт вопрос о праздновании юбилея И здесь, что самое, наверное, интересное Инициатором, или, по крайней мере, вдохновителем Этого юбилея, оказывается достаточно Одиозная фигура в советской истории Главный идеолог Советского Союза Михаил Андреевич Суслов Который выступает как раз за то, что Такое юбилею необходимо ответить Что необходимо подчеркнуть важность Этого события и, соответственно, Преемственность современной и древнерусской истории Ну и, конечно, подготовка к этому юбилею Она инициирует очень интересные дискуссии Между историками Прежде всего, опять-таки, возвращается дискуссия По поводу места битвы Появляется даже достаточно интересная гипотеза О том, что битва имела место Не на правой бережи, когда этого считалось А на левой бережи В итоге эта гипотеза была провернута Но, как и положено в исторической науке У любой гипотезы есть большой плюс Она заставляет всех ее, как сторонников, так и противников Искать аргументы В итоге аргументов больше нашлось в сторону Более традиционной концепции Но попутно современные методы исследования Позволили выявить тот ландшафт Который существовал на предполагаемом месте битвы В XIV веке То есть были проанализированы остатки древесной пыльцы И выяснилось, что, в общем-то, большую часть этой территории Занимали какие-то леса Небольшие, может быть, овраги Но так или иначе Возникла совершенно потрясающая новость То, что для никакого гигантского поля Где могли расположиться Такое большое количество войск Не было Просто не было То поле, которое удалось обнаружить И которое, как ни странно, прекрасно соотносится Как раз с остатками железа Которые там находятся Это поле, которое занимает Порядком 800 метров в ширину И 2 километра в длину То есть на этом поле могут расположиться Ну, несколько тысяч воинов одновременно Из этого не нужно делать вывод Что эта битва абсолютно незначима Наоборот, для того времени Несколько тысяч воинов собрать Это необходимо действительно Совершить гигантские логистические И административные усилия И поэтому то, что Дмитрию Донскому это удалось Что он смог сберечь все эти войска Собрать их в единое целое И столкнуться, и победить в этой битве Как раз показывает то значение Которое эта битва имела Для дальнейшей русской истории Поэтому неудивительно, что сейчас Каждый желающий может отправиться На это поле, где расположен Замечательный музей-оповедник Куликовская битва, открытый в 1996 году И там насладиться, собственно, и теми экспонатами Которые найдены И реконструкцией места битвы Ну, а что касается символического значения Которое Куликовская битва приобрела В истории Руси Здесь я хочу напомнить, что На еще одном месте Воинской славы России На поле у деревни Прохоровка Расположен монумент Которым сказано, что В истории России Там надпись на этом монументе Существовали три поля воинской славы Собственно, Куликовская, Бородинская И Прохоровка Вот эта вот связь Которая протягивается с 14 века До 20-го, может быть, до 21-го Показывает, что память о Дебитыве Не исчезла А это означает, что все новые и новые образы Куликовской битвы И ее героев будут продолжать появляться Рассказывал кандидат философских наук Доцент МГУ Методист Государственного исторического музея Даниил Аникин Область знаний